здравствуйте друзья я роман головин канал лабиринты знаний сегодня хотел поговорить о военном равновесии мире что это такое сейчас объясню каждая страна сегодня пытается максимально милитаризоваться максимально создать то оружие которое бы ее выделяла из всех стран и иметь приоритет над другими то сегодня в нашем мире люди только понимают силу силу военную силу того что тебя сотруд с лица земли и все против друг друга борется очень долго изучал вопрос по поводу военной техники да ну то есть периодически смотрю разные передачи накопились просто знания до решил что вам тоже будет интересно и знания наши которые мы получаем с канала и мои знания которые земные собраны и четко вырисовывается вещь интересно вот допустим соединенные штаты америки ну то есть возьмем там грубо говоря две страны реальных да то есть китай сейчас тоже подтягивается то есть у него штат америки вот китай россия но в основном россии китай всегда россия славилась своей военной техникой но и соединенные штаты америки моему великому удивлению вы не поверите да что большинство технологий в соединенных штатах америки сворованы даже возможно больше чем китаем все зла что китай копирует покупает воруют технологии да и делает копии нашей военной техники российской в основном копирует парады копируют строй и всякие военные то есть копия полная нашей российской армии в последние года до китай очень сильно продвинулся военной техники соединенные штаты америки да они тоже воюют постоянно угрожают всему миру несут демократию с бомбами на крыльях все это знают принуждают насильно к демократизации либерализации и так далее на самом деле очень много технологий сворованные когда смотрел много передача очень сильно удивлялся очень удивлялся я в шоке был честно говоря много космических решений сворованы катапульное кресло сворова надо для военных самолетов тоже сами разработать не могли пошли на обманный путь сначала хотели совместно предприятие сделать чтобы построить потом просто тупо скопировали закрыли все и у себя изготавливают долгое время не могли это сделать космический корабль наш буран да тоже это все украдено много различных решений в других оружиях до существует примеров очень масса можно приводить их очень очень много то есть сейчас соединенные штаты америки и раньше скупали старую военную технику российскую советского союза на вернее можно сказать ее разбирали и даже в старых советских танках самоходках каких-то пушках каких-то других автомобилях все находили какие-то компоненты которые им были интересны все что забыто старое это не всегда плохо все что раньше было и многие вещи они берут на вооружение сейчас пошла такая тенденция если вы не заметили да то качественных машин больше не упускают вот это что было в советском союзе это было с хорошего металла там до меньше электроники было более продумано там люди более грамотные раньше были сейчас люди расслабились даваем компьютеры чтоб все автоматически было там да там что все само делалось с компьютерами а человек только сидел там чипсы ел по дороге кока-колу пил и ехал там управлял танком еще чем-то вот естественно другие технологии скоро роботы воевать на поле боя будут очень много своровано если вы не замечали то сначала пытается одна страна какую-то разработама соединён штат америки там какую-то ядерную бомбу новую придумали того россия там по о там подняла на невероятный уровень там танк нам армату какую-то придумала там вертолеты там 5 10 и вот вы слышите по заодно второе третье вот и есть специальная служба которую воруют эти технологии до когда там наши в афганистане новой технологии гранатомета до получили потом украли панцирь с недавно там в ливии как бы досталось американцам машина который аналогов в мире не имеет все они разобрали сейчас изучают там да и в ближайшем будущем появится тоже у них такая же технология вот в других вещах тоже ракеты там илон маск прижал россии сколько раз вот эти ракеты хотел купить просто роскосмоса там три раза приезжал как бы и в итоге понятно может какие-то технологии может увидел получил но короче ему конечно же ничего не продали так прямо наверняка между собой кстати вот очень много людей вот вот я никогда таких людей не понимал вот не знаете люди обижены на все и вот на нашем канале есть ответы на эти вопросы если кто внимательно смотрит он может это понять люди которые в кб разных работают там инженеры конструкторы там люди которые допуск секретности имеет продают эти технологии другим и когда его спрашиваю а вот или там целые институты продают представляете патенты а зачем вы это делу знаете денег не было там мы решили про ребята но не продается родина родина не продается как бы вы к ней не относились это делать нельзя но я точно могу сказать почему это происходит вот я сейчас все виду 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 к самое вот такую главному до выводу через нитью через все видео и вот эти все друг друга воруют правда понятно что сущности хотят это хотят чтобы это произошло на что предатели вот эти были до военные угоняли самолеты там там украина сейчас много техники продала на запад другие страны снг продали как его и так далее то есть кому выгодно вот пришел человек дал денег ему какая разница что там завтра кто чего сделает мощно вот он сейчас захотел заработал он заработал ему хорошо вот у него нормально с этим делом если глобально смотреть когда там приходит кто-то и продает там да были вчера врагами сегодня они уже наши друзья надо им продать китаю там снег штатов америки так далее в россии мы много тоже таких товарищей которые все продают надо не надо по при первой возможности сущностям выгодно это почему так баланс сил надо равновесие в мире должно быть если одна страна у так вылезет и раком всех поставят до наклонит то развитие никакого не будет то есть эта страна будет всему миру диктовать то есть в последнее время очень сильно мы обогнали да вы знаете уже мой канал смотрите последнее время мы обогнали на столетие вперед в плане развития военной техники милитаризации в нашем плане просто обогнали просто колоссально вышли за свою программу просто обогнали поэтому сущности сейчас стараются делать все таким образом чтобы был баланс сил то есть много вектор из мира образовывается если увидели до появляются силы там 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 чтобы противостоять чтобы был баланс мире там индия например китай снижен америки россия там да то что был баланс сил мире и сейчас вот эти технологии они все время перемещаются чтобы у тех и у других были эти технологии чтобы все понимали что там сильные ракеты здесь сильные ракеты там крутые самолеты и вертолеты здесь тоже крутые самолеты и вертолеты там идеальные подводные лодки здесь тоже как вода то есть чтобы этот баланс сил максимально уравновесить чтобы не было ни у кого соблазнов на кого-то напасть и так далее понимаете да что происходит и таким образом все встает на свои места у каждой страны есть своя программа и каждая страна должна по этой программе развиваться но если одна страна будет очень сильно в плане военной она может задавить другие страны и поэтому нашим создателям кто нас сюда заселил да кто пишет программу для планеты для земли им это невыгодно и они все делают таким образом чтобы произошло равновесие на данный момент времени когда у какой-то страны в программе прописано что-то чтобы появилось что-то там не знаю оружие мощнее тогда экономика выпало да она начинает делать все таким образом что в этой стране на данный период времени какая-то сфера поднялась а у других стран опустилась потом момент меняется эта страна опускается другая поднимается если вы сейчас будете внимательно смотреть историю с нашими знаниями с которым мы даем вы сами все это можете идеально проанализировать почему просто произошло это вот большинство специалистов до политологов экономистов там других историков да они все изучают однобоко они изучают все с точки зрения просто вот что произошло если бы не там вася там товарищ пупкин там в 1915 году там еще в каком-то году тогда ядерной бомбы там не было бы там сейчас у россии а сущности мне выгодно чтобы ядерная бомба была только в одной страны потому что она бы руководила всем миром ну по факту конечно же сейчас сша и запад руководит всем миром это и очевидно любому как бы да но сейчас вот этот баланс сил меняется то есть когда выскочили мы какой-то период даст то есть было развитие у царской россии потом она опустилась там советский союз опустился потом опять сталинский период очень резко скакнул начало все это подниматься потом пришли другие люди опять это не просто так происходит сущности же все это программирует какие-то уроки проходит страна там что плохо живется в этом плане в плане там что человека за человека не считают там и так далее и вот это все вот таким образом развивается на той сущности смотрят какая страна куда должна уйти как бы да и в том числе в военном плане вот вот эти выводы они очень много объясняют и понимание приходит в каком мире вы живете как это все контролируется мысли в голову какого-то инженеру дается так ты должен такую-то ракету приду раз и число мысли появляется новая технология потом со времени если видят что эта страна поднимается очень сильно создаются такие условия чтобы украли эти технологии да то есть кто-то продался там да какой-то предатель появился либо в какую-то другую страну их продали и вдруг на поле боя кто-то забрал шпионы там диверсанты другой страны украли то что сейчас и происходит вот шпион они есть везде как бы они работают и так далее и таким образом происходит то что выгодно нашим создателям в рамках нашей программы все развивается вот иногда мы отстаем в каких-то сферах душевной сфере мы очень сильно встаем и нас никогда в космос глубокий не выпустят пока мы себе мозг здесь не поменяем нам не разрешат вылетать за купол земли осваивать другие планеты потому что мы летим с целью милитаризации туда и это для нас закрытая тема и вот те кто нами управляет они это все прекрасно понимают что у нас не выпускают а почему не выпускают конечно единицы какие-то знают никто об этом не говорит выпустят только тогда когда мы поменяемся та информация которая у нас на канале есть она как раз дает возможность большинству людей на планете поменяться и осознать что вы пришли не для того чтобы убивать друг друга мы уже прошли все эти этапы убийств надо уже другие шаблонами мыслить и по-другому воспринимать окружающий мир у других людей обязательно пишите побольше своих комментариев подписывайтесь наш канал нажимать на колокольчик чтобы новые видео приходили когда появляются на канале старайтесь смотри все наши видео пересматривайте старое видео поверьте мне очень много людей уже существует которые начали по два по три раза пересматриваю вообще другой пласт информации снимается то есть люди даже по-другому воспринимают все что происходит на нашем канале знание это очень классно здорово я сам когда не сяду и буду внимательно это все пересматривать благодарю вас за просмотр развивайтесь вместе с нами хорошего настроения до свидания